Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Автосфера» вновь рада приветствовать вас. Сегодня вы увидите правила безопасного обгона по рыхлому снегу, анализ причин преждевременных поломок двигателя, второй этап Кубка России по трековым гонкам. Если говорить об Омске, то у нас в календаре автомобильных соревнований последний месяц зимы традиционно отмечен гонкой памяти нашего героического земляка генерала Дмитрия Михайловича Карбышева. А в нынешнем году это знаковое событие приобрело еще и статус этапа Кубка России по трековым гонкам. Вот почему в организации столь серьезных состязаний активно включилось Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Российская автомобильная федерация и, разумеется, региональная федерация автомобильного спорта Омской области. Что интересно, на этот раз вместо традиционного ипподрома с укатанным снегом трековые гонки принимала ледовая гладь озера Желтого, которая располагается на территории Марьяновского района. Кстати говоря, именно администрация и активисты рабочего поселка Марьяновка приложили максимум усилий в подготовке не только спортивной трассы, но и обширной смотровой площадки для многочисленных зрителей. Заслугой марьяновцев явилось также создание идеально спрофилированного кольца шириной 12 и длиной 1200 метров. Для продолжения борьбы за обладание Кубком России среди пилотов переднеприводных автомашин в наш регион съехалось немало гонщиков из разных уголков Урала и Сибири. После отбора в квалификационных заездах к воскресным финальным состязаниям сложилось когорта из 16 участников. Новокузнецк, Екатеринбург, Тюмень, Курган, Нижневартовск, Новый Уренгой и, конечно же, Омск. Понятно, что гости приехали к нам с самыми серьезными намерениями, а не просто для того, чтобы прокатиться. Как и положено, серьезный подход к организации гонки продемонстрировала и судейская команда, и руководитель, и технические комиссары во главе с и мечом опытнейшим Дмитрием Логиновым. По техническому регламенту все контролировалось очень жестко, вплоть до взвешивания спортивных автомобилей на электронных весах. Шины абсолютно одинаковы для всех. Точно так же одинаков набор шестерен в агрегатах трансмиссий. И по части форсировки моторов тоже все и у всех приведено к общему знаменателю. Тем интереснее с первого заезда, с первых метров дистанции смотрелось соперничество разных гонщиков на фактически равных по всем показателям гоночных автомашинах. Тут очень важно без малейшей задержки плавно и уверенно взять старт. Нервничать и горячиться нельзя. Пробуксовка колес должна быть сведена к минимуму. И лишь потом, когда спортсмен, что называется, почувствовал зацеп, следует постепенно раскручивать двигатель. Известная истина. Кто выигрывает старт, тот нередко становится лидером вплоть до отмашки финишного флага. Но и в гонке нельзя ошибаться ни на входе в вираж, ни на всем протяжении длинной дуги разворота на треке в обратном направлении. Нюансов множество. Когда же выставлять машину боком для наиболее эффективного замедления за счет сноса всех четырех колес? Когда и на сколько открывать дроссель? На какой угол поворачивать управляемые колеса? Есть и еще ряд других специфических моментов в максимально быстром движении. Скорости на льду немалые. В конце прямиков свыше 120-130 км в час. Поэтому ошибаться нельзя. Но достаточно высокий уровень подготовки у большинства спортсменов сводит к минимуму оплошности на ледовом треке. Нельзя не отметить традиционно сильный состав омичей. Среди наших пилотов есть и вице-чемпионы страны, и серебряные призеры чемпионата России. Игорь Усов, Александр Харченко, Андрей Гирш – опытнейшие бойцы, мастера спорта. Да и юному Дмитрию Шепету тоже есть чем гордиться. На его счету множество подиумов и побед в соревнованиях по картингу с уровнем вплоть до чемпионата России. Казалось бы, на домашней трассе омские гонщики должны быть быстрее всех. Но, увы, в этот раз не сложилось. Лучше всех удавалось ехать только Игорю Усову. Именно он мог претендовать на победу, если бы не внезапный разрыв маховика в середине гонки. А все остальные омичи, увы, в плане езды уступали соперникам. Развитие автоспорта не стоит на месте. Конкуренты из других городов совершенствуются, упорнейшим образом оттачивают свое мастерство и, как следствие, показывают отличные результаты. Посмотрите, как уверенно прогрессирует Роман Говар, перворазрядник из Новокузнецка. Он прибавляет буквально от гонки к гонке. Да, у него прекрасная команда. Отличный тренер Павел Щербатов. Но ведь и трудолюбие тоже имеет важное значение. А насколько сильны сейчас курганцы, тюменцы, да и северяне не собираются никого пропускать вперед на пути к заветным наградам. К сожалению, надо признать, что в последние годы омский автоспорт находится в слабо организованном состоянии. По многим дисциплинам соревнования в Омске проводятся редко или же не проводятся вообще. Есть проблема из-за отсутствия тренировочных и гоночных трасс. Да и ведущие спортсмены, как правило, выезжают в основном на состязания в другие регионы страны. И применительно к нынешней кубковой гонке позволю себе упрекнуть наших спортсменов за недостаточную вкатанность под конкретную ледовую тему. Живейший пример. Екатеринбуржец Владимир Косарев на колене под номером 14 приехал в наш город заранее. На протяжении трех дней и ночей он вместе с механиками настраивал автомобиль и шасси, и мотор. А еще непрестанно экспериментировал с давлением в шинах для оптимальной работы шипов. Так каков результат? В прошлом году Косарев взял золото на Омском ипподроме. И в этом году он же опять выиграл этап во многом благодаря своему исключительному трудолюбию. Второе место заслуженно отвоевал Пережогин Виталий номер 77. Кандидат в мастера спорта из города Кургана. А бронзовым призером стал молодой перворазрядник из Тюмени Панафидин Антон на машине с номером 7. Смотрите, какое совпадение. Вся тройка быстрейших пилотов выступала под номерами кратными цифре 7. 14, 77 и опять-таки 7. Но это не более чем случайность. Еще раз подчеркну, у Амичей есть все предпосылки для грядущих побед. Так у Андрея Андреевича Гирша и у Александра Харченко, да и не только у них, автомобили готовят изумительные высококлассные механики. У нас есть великолепные мотористы, а также превосходные специалисты по доводке и настройке гоночных двигателей. Например, тот же Александр Кузнецов. Никуда ехать не надо. Возможности СТО Кузнеца с ее динамометрическим стендом вполне хватает, чтобы выигрывать чемпионаты страны и иные соревнования высокого ранга. Кроме того, очень приятно, что в дело поддержки автоспорта активно включилась сильная компания Юнигаз. Фирменная сеть АЗС Юнигаз поддерживает не только спортсменов, но и болельщиков, например, интересными розыгрышами призов. Нельзя не отметить и расширение производства собственных превосходных сортов автомобильного топлива под названием Юнипремиум. Так что пусть результаты февральской ледовой гонки пробудят у омских пилотов здоровую спортивную злость. Вперед к новым победам и к новым свершениям. Известно, что умных людей отличает способность анализировать свои недочеты и промахи для исключения подобных ошибок в будущем. Не зря говорят, на ошибках учатся. Предлагаю разобраться с причинами досрочного попадания двигателей в капитальный ремонт. Одной из лучших площадок для раскрытия темы преждевременных поломок моторов является производственная зона специализированного предприятия Автокор. Именно сюда, из всех округов города, из разных районов области и даже из соседних регионов везут в капитальный ремонт основные детали двигателей внутреннего сгорания. Марки и модели различны. Размерность и мощность от мало до велика. Бензиновые и дизельные, с додувом или без такового. Но многие дефекты в них являются либо одинаковыми, либо очень похожими. Чтобы не наступать на известные грабли, присмотритесь и задумайтесь перед тем, как сдавать свои детали в ремонт. Вот, например, искривление привалочной плоскости головки блока цилиндров. Она по форме становится похожей на крышу домика. Либо, образно говоря, ее плоскость пошла винтом. И вот здесь вам нужно разобраться с причиной перегрева двигателя. Возможно, вы давно ездите с забитым пухом радиатором или же с неисправным термостатом. Другой момент касательно головки. Появление трещин между седлами клапанов. Здесь, помимо того же перегрева, возможно, длительная работа с большой нагрузкой при позднем зажигании. А еще головку корежит и ведет у водителей торопык, которые на холодном моторе срываются с места в карьер, пренебрегая правилами постепенного прогрева двигателя. Прогар выпускных клапанов вместе с повреждением их седел часто встречается у тех, кто слишком лихо ездит на газе. При появлении такого дефекта однозначно нужно умерить свой пыл и не гонять по трассе быстрее 90 км в час. Так и штрафа будет меньше. И головка прослужит дольше без какого-либо ремонта. Задиры на внутренней поверхности корпуса распредвала обычно указывают на жесткое масляное голодание. Вспомните, может быть у вас залито рано густеющее, не слишком морозостойкое моторное масло? Учтите, этого бывает достаточно для того, чтобы угробить мотор работой на больших оборотах сразу после холодного пуска. Иной вариант. Хозяин банально доездился до такого падения уровня масла в картере, что оголилась сетка маслозаборника. Делайте выводы и не допускайте подобных оплошностей. И даже просто очень грязное либо плохое поддельное масло может нанести двигателю очень серьезный вред. Износ вкладышей коленвала, затем их перегрев, разрушение, приваривание к шейке коленчатого вала вместе с их проворотом либо в шатунах, либо в постелях, если речь идет о коренных подшипниках. Правильная мысль в этом случае такова. Не надо экономить на качестве смазочных материалов и на несвоевременной замене того же масла и фильтра. Вот уж поистине здесь скупой платит и даже не дважды. Нельзя не брать во внимание и возможное загрязнение маслоподводящих каналов внутри коленвала. Забитые сверления вплоть до выходных отверстий не такая уж редкость у нерадивых хозяев. Обрыв шатуна зачастую сопровождается появлением сквозной дыры в блоке. В этом случае говорят, двигатель показал братскую руку. Припоминайте, может быть чьи-то кривые руки лазили в ваш мотор и они же перетянули гайки на шатунных болтах до деформации ниток резьбы. Вывод жесток, но прост. Доверяйте только профессионалам, которые работают поверенным динамометрическим инструментом. И с поршнями, точнее с их состоянием, картинка также зачастую наводит на размышления. Прогар днища, разрушение его краев, поломка поршневых колец и перемычек между ними. Вот неполный перечень дефектов, связанных с плохой работой форсунок впрыска, некачественным топливом и слишком ранним зажиганием. Задиры, а также разного рода потертости на юбочках поршней опытному человеку тоже расскажут о многом. Одной из причин, в частности, может быть очень богатая смесь, которая смывает масляную пленку со стенок цилиндров. А уж про абразивный износ из-за плохой фильтрации масла и воздуха даже не хочется говорить. Это уже откровенное разгильдяйство со стороны эксплуататора несчастного двигателя. Стоит хорошенько подумать и тем, у кого в моторе случился гидроудар с разрушительными последствиями из-за попадания жидкости в цилиндры. Вот уж поистине, не зная броду, несуйся в воду. Бывает и другая обидная глупость. Вместо антифриза человек какой-то время ездит на воде, а потом глушит машину на ночь во дворе и по забывчивости размораживает двигатель. А вот это последствия небрежной сборки мотора. Вылетело стопорное колечко, вылез в бок поршневой палец и практически насквозь продрал стенку цилиндра. Перечень дефектов и неисправностей, которые легко читаются при разборке силовых агрегатов, можно продолжать еще довольно долго. Но мораль сегодня не в том. Даже если поломка уже случилась, не надо падать духом и расстраиваться. У вас всегда есть возможность обратиться в компанию Автокор, где вот уже более 20 лет трудится команда опытных, хорошо подготовленных специалистов. Специализированное предприятие в Чкаловском поселке отлично оснащено стендами, инструментом, станками и необходимым оборудованием. Здесь не только успешно выполняют высокотехнологичную механическую обработку ответственных деталей под нужный ремонтный размер, но еще и превосходно восстанавливает то, что по заводским инструкциям однозначно подлежит замене. Яркий пример – гильзовка одноразовых алюминиевых блоков с напылением. После такой операции мотор ходит дольше и ничуть не хуже нового. А для клиента это экономия как денег, так и времени. Не надо покупать дорогостоящую запчасть. Тут же попутно ремонтируют и затем балансируют изношенные карданные валы. Сюда же обращаются и с другими гораздо более сложными техническими вопросами. И что особенно приятно, если взять в руки наряд заказ и акт приемки агрегата, то теперь в разделе причин обращения можно увидеть комментарии по недопущению эксплуатационных дефектов в соответствии с вашей манерой вождения. Автокоровцы дорожат своей репутацией и ценят результаты своего труда. Они заинтересованы в том, чтобы отремонтированные ими двигатели работали безупречно. Поэтому вам готовы помочь не только делом, но и ценным советом. Обращайтесь! Специализированное ремонтное предприятие «Автокор». Чкаловский поселок, улица Пархоменко, 9. Телефон 53-68-28. Зимняя дорога полна неожиданностей. Особенно сложно управлять автомобилем после обильного снегопада. Как лучше действовать при обгоне или объезде помехи на вашей полосе движения? Обычная история. На дороге в снежном месиве протоптаны две колеи. И каждое перестроение через такую кашу, хоть влево, хоть вправо, создает определенные трудности. Для того, чтобы исключить риск потери управляемости в таких условиях, полезно спрямлять траекторию при каждой смене полосы движения. Если на чистом покрытии для маневрирования мы привычно перекладываем руль вначале в одну, а затем в другую сторону, то по рыхлому снегу с повернутыми колесами ехать не гоже. Судите сами. Отклонение руля от нейтрального положения приводит к тому, что задние колеса уже не идут след в след за передними, а вынуждены резать еще одну дополнительную колею. Поэтому, поворачивая руль, вы, во-первых, создаете дополнительное торможение для задних колес, а во-вторых, резко ухудшаете устойчивость автомашины. Вот почему заснеженные полоски между накатанными направлениями следует пересекать по прямой, под острым углом. И, разумеется, только после того, как вы убедитесь в том, что ваш маневр не создаст никаких помех остальным участникам движения. Если путь впереди абсолютно свободен, заранее перед обгоном наберите ход и затем еще на твердом покрытии аккуратно направьте машину на соседние накатанные дорожки одним коротким и точным движением. Строго по прямой, наискосок пересекаем снежные валы, руль держим крепко, естественно, двумя руками. Внимание! Резко добавлять газ нельзя, тормозить тоже ни к чему. Держим ровную минимальную тягу до тех пор, пока колеса вновь не окажутся на чистой твердой поверхности. Вот потом, когда под колесами будет зацеп, можно вновь ускоряться по прямой до тех пор, пока вы не решите вернуться в свой ряд. Действуем точно так же. На чистых от снега полосках выставляем, нацеливаем автомобиль под острым углом и затем прорезаем снежную кашу на ровном газу четко в прямом направлении. Повторюсь, только таким образом можно добиться максимальной устойчивости машины на рыхлом подвижном месиве. Не нужно крутить рулем там, где надежной опоры нет. Зачем прокладывать четыре следа для каждого из колес, когда гораздо важнее чувствовать под собой уверенное, без вихляний, четкое качение задней оси по дорожкам, проложенным передними шинами. Помните, повернутые колеса – это всегда тормоз. Не надо тормозить там, где нужен ход, поэтому пересекаем снежную кашу только прямо. На сегодня это все. Программа «Автосфера» прощается с вами и желает вам счастливого пути! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok